Итак, в предыдущем видео мы создавали колонки. И теперь нам нужно разделить горизонтально на три равноценных блока. Можно, конечно, сделать с направляющими, но это не совсем удобно. Для этого существует вот данный параметр. Итак, мы создаем... здесь можно, так сказать, создать два варианта. Строки и колонки. Давайте создадим четыре строки. Раз, два, три, четыре. С промежутком, скажем, 4 миллиметра. Вот так у нас выглядит это превью, чтобы можно посмотреть было, как это выглядит. И также мы можем создать здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть колонок. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Также можно нажать вот эту галочку, и тогда данные параметры заменятся на новые. Вуаля, и готово. Давайте создадим другой документ и посмотрим, какая может возникнуть ситуация и что с этим делать. Итак, мы создали уже шаблон, в котором мы уже по умолчанию, как видите, создали три колонки с промежутком. Ну, давайте установим 4 миллиметра. Здесь мы видим наши отступы. Они неравномерны. И это нам поможет посмотреть, как работает другая функция. Давайте создадим двойную страницу. Перейдем опять к Create Cuts. Создадим раз, два, три, четыре. И создадим раз, два, три колонки в четыре. И нажмем ОК. И если мы присмотримся совсем близко, то что данные параметры не совпадают. И это зависит именно от наших полей. Давайте здесь мы их поменяем. Ну, скажем, здесь мы поставим 20, здесь поставим 25, здесь 20, здесь... А, давайте уменьшим на 15. Окей. И как видите, так как у нас выделена эта страница, здесь мы не в самом шаблоне это, так сказать, делали, а именно страницы. То здесь видно то, что разница очевидна, да? То, что вот эти колонки, которые фиолетовым выделены, они автоматически подстраиваются под поля. А дополнительные направляющие нет. Мы можем попробовать еще раз. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три. Четыре миллиметра. Четыре миллиметра. И вот сюда. Окей. Но все равно будет немножечко не совпадать. Также есть такой вариант. Мы создаем четыре колонки вертикальные и три колонки горизонтальные. Четыре миллиметра. Вот у нас где сейчас. И у нас есть два варианта. По полям или по странице. И вот если у вас здесь по странице, то смещение будет достаточно большим. То есть, как говорится, не таким, как оно изначально делалось. Если мы здесь не поставим галочку, то мы получим, так сказать, двойные направляющие. И если мы перейдем опять сюда, то, как видите, все повторяется изначально. То есть, как говорится, обязательно надо ставить галочку, чтобы заменить старые на новые. Окей. Четыре. Три. Заменить. И отлично. Вот если это от размера самой страницы.